Так, и вот смотрите, красный маршрут от Сестрорецка написано. Вот мы находимся посередине, где шалаш. И идти нам 5 километров через реку Черную до озера Глухого. А нет, озеро Глухое ближе. А, это вот между рекой Сестрой и Черной речкой, самое большое в Ленобласти, самое большое болото. И мы пойдем как-то, ну там будет дорога лесная, и через вот мостик, через реку, и в Дебуны, и уедем из Дебунов. Вот такой у нас сейчас маршрут. Таким, нормально идет? Да, но сейчас мы сейчас где-нибудь пикничок будем, ищем где. Так, вот мы находимся, где красная точка. Здесь Сестрорецкое вот болото, озеро Глухое. Так, вот такое место. Здесь уже такие болотистые деревья. Очень веселенькая, желтенькая осока во льдах. Смотрите, лед. И хотя уже садится солнце. И вечеринка у нас уже такая масса, которая практически не стыла. Все-таки остановилась. Значит, на высокой все-таки это радует. Но еще пару часов всего ему. Так, и вот видите, такой ледок. Никто не хочет здесь побегать по ледку. Так, и вот дорога. Сейчас, видимо, разойдет от вот этого озера Разлив. И пойдет от озера Глухого. Пока места для пикничка мы не нашли, тут ветер очень сильный. И мы свернули прямо вот такая дорога, перпендикулярно к озеру Разлив. И это идет к озеру Глухому. Смотрите, какие розовые веточки. Отличные просто. Вот такой лес. И вот это здесь вот уже болотистый такой лес. И мы идем. Но и мы тащим, ребята, груз, уголь, розжиг. Вот уже сколько километров. Уже скоро 10 километров, как мы это все тащим. Вот. Но... Ну, как-то вот мы не присесть где-то. Здесь заповедник. Мы нашли место, где нам потом идти в Дебуны. Там уже грунтовая дорога, и там уже нет заповедника. А вот это все болото. Одно из самых больших болот в Ленобласти. Оно... Это заповедник. Смотрите, нашего 10-километрового где-то променажа. Смотрите, мы упираемся во что. В заборы. Но озеро вон там, по-моему. Вот туда. Сейчас мы как-то свернем. Пробуем к нему пройти. Пиво Иппу. Да. Ясно. Показать, что вместо глухого озера мы встретили глухой забор, который идет прямо к берегу, как обычно у нас. То есть метровая зона тут, по-моему, никак не учитывается. Но мы спускаемся. Смотрите, здесь вода. И вот мы уперлись в воду, и там следов нет. Там какие-то завалы вдоль забора. То есть мы вот видим глухое озеро. Но подойти мы к нему единственная вот дорога, которая была, по которой мы шли. Мы не можем. Болото. То есть как они сделали? Такое количество людей отсюда шло. То есть и все вот так вот упирались в эти заборы. И в это озеро. Почему-то уже прихватизированное непонятно кем. Так, ну сейчас мы, не знаю, может попробуем. Я могу перейти, наверное, в Сайк. Сейчас попробую. Праду, и сразу там сделаем. Так, ребята, ну вот здесь как-то все. Ой! Уже провалилась. Вот, видите. Ну тут не глубоко, но, блин, никакого удовольствия. И там, наверное, так же и влажно на этом озере. Ну, надо было форум. Теперь я понимаю, надо читать форум, прежде чем в новое место ехать. Вот, ну, показываю, я показываю вам. Да. Показываю озеро издалека. Там достаточно большое. Да, ну сейчас посмотрим. Ну, что-то болтается. Ну, нам-то за забор. А, нет. В общем, здесь есть следы. Сейчас мы попробуем к забору пройти. Мы шеперты. Поэтому мы идем к забору смотреть, можно ли там к озеру все-таки пробраться. Ну, вообще, конечно, это... Вообще, это как это так? Единственная дорога, ты приходишь, и ты не можешь подойти к озеру вообще. Я возмущена просто. Не знаю, как. Должны к озеру прямо сделать дорогу были. Мощник. Оля предлагает залезть за ограду. Там тропинку увидела. Вот. Это же забор от нас сделан. Что ж мы полезем-то? Так. Опять по какому-то буревому. Это, не представляете, какое количество людей шло от этого. Тоже, да? Какое количество людей очень большое ушло от этого озера. И все шли, не словно хребавшие из-за какого-то непонятного забора. Да. А почему ты думаешь не пройти? Ну, подо мной. Знаете, подо мной хрустит снег. Вот вода. То есть нам не пройти. И даже если мы подойдем козе, оно, видимо, будет под заболочи. Среди болота. Внизу тяты так низко не бывают. На, кину. Выедено. Явно выедено. И вот здесь тоже. Червячков тут, видишь? Червячки. Древоточки. А, это сухостой вообще-то. Ну, Оля-то сейчас расслабится. Она пиво уже выпила. Ей хорошо. Мы пришли опять к озеру Разлив. Значит, смотрите, вот тут вот беседочка есть. Там стул есть. Оля пошла ветки искать. Так. Солнце вот уже так садится. И вот здесь мы нашли яму. Просто ветер сильный. Здесь хотя бы чуть-чуть от ветра защищает. Костер будет защищать и нас. Немножко, видите, такое бувли. Сейчас я тут расчищаю. А Оля пошла за ветками. И высыпем угол, делаем костер. Знаете, вот зимой, вот так зимой, я, наверное, последний раз жгла костер в детстве, когда мы на лыжах ездили. Это еще в школе было. Представляешь, как мы с тобой невероятно. Так, раздувать теперь. Да, вот так вот. Сейчас еще будем. Вот. Там солнышко за деревьями. И совсем рядом озеро, небо, березки, сосны. Отличное место в сосновом лесу. Очень красивое место. Одна лесу с нами. Так. Оля меня удивляет. Я хожу в походы. И с весами живу. В палатке каждый день делаю костры. А Оля как-то так прям вот со знанием дела. Она тоже как будто со мной ходит точно так же. И даже лучше, да. Как будто все знает, как лучше. О, вот пошла ты. О, сейчас не должно разгореться. О, разгорелся. Молодец. Молодец. Может, идет все длинное. Ваши длинные. Ваши длинные. Ваши длинные. Ваши длинные. Ну, что, не успел. Давай, и вот поставили покупатель. И вот мы капаем. И еще сильно обыкнули. Ну, это нормально. Очень. Очень. Ну, на открытом окне. Держали чуть-чуть. Отдыхаем. У нас тут партнер. Молодец. Да, красные двери. Молодец. 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 Так, сейчас переворачиваем. Переворачиваем. О, как уже пожарились. Молодец. Учитывая, что я не ела 8 часов уже приблизительно. Последний раз ела в 9 часов. А сейчас 5. Если посчитать, то, по-моему, как раз в 8 часов. У меня как раз. У меня как раз в 9 часов. Молодец. 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 Хлеб. У меня есть клюквенное пиво. С клюквой. Не так далеко ведь урна есть, куда выкинуть стул. Но мы будем там. А мы не будем сюда на стул переходить. Потому что там костер, там теплее. Особенно в этой яме. Так. И сейчас я подойду к озеру. Посмотрим, как там. Сдалека наша яма Смотрится, в которой мы находимся Там уже своя такая аура Теплая создалась Хочу, ребята, сказать, что Конечно У меня с собой была еще кофта Теплая, я уже ее одела Акриловая Ну и когда двигаешься вокруг костра Вполне нормально Хорошо Так вот Кладь озера Вот мы подошли к воде Так Хотя вот тут вот следы есть Может быть еще можно ближе Сейчас посмотрим Приготовим руку на всякий случай Так Да, тут идут следы Как далеко можно подойти Так, и вот здесь видите Так, ну здесь По-моему, воды особо нет Ну, вернее, она превратилась в лед Ну, это не загремит тут, конечно Под воду Ну, вот кто-то тут Мне прошел Вот здесь Вот он, досюда дошел Так И даже дальше А, ну, в принципе, Волчак даже выходил на лед Такой крепкий лед Уже лед за одну ночь До этого все время было тепло Одну ночь только было холодно И уже такой лед прихватился Уже странно Что люди, вон, выходят на лед Не боятся Вот видите, да? Вот видите, какая красота Я не боятся Ага Так Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 В общем, замерзают только руки. Потому что руки голые в основном. Пиво, конечно, тоже холодное. Ну, не пиво, но вот клюквенный напиток у меня. Такой. Ну, терапиво он. Ну вот, конечно, лучше глинтвейн, кстати. Можно глинтвейн варить. И с собой брать горяченько. Тогда бы нам вообще было бы здорово изнутри согреться. Ну, мы сейчас пойдем согреемся. Нормально. А тут у нас снег есть. Да. Еще раз смотрим закат. Озеро. Все, мы сейчас, наверное, будем от озера отходить уже. До свидания озера. Вот. Так что, ну, довольны мы, конечно, интересно было. Опыт интересный. Финский залив, разлив. Приозерское лесничество. Пищуха. Поползень. Дятел. Кукушка. Так, нет, это не мостик. Я думала, это мостик. А это какое-то, как будто озерцо маленькое такое. Вот тоже. А вот. В общем, пока мостика не видно. Лавочка это просто. Вот, мостика нет. Это лавочка. Да. То есть до реки, нам до реки черной надо дойти. Вот и одну... Ребята, я хочу сказать, что гораздо романтичнее дорога по проселочную через лес к шалашу от дебунов вам советую. Потому что там шоссе, машины и т.д. А здесь хорошо, приятно. Шли до каких-то вот таких, ребята, камней. А там впереди какой-то очень красивый палевый закат у нас. Подошли к реке черной. Уже прямо на закате. Совсем солнышко почти село. Смотрите, какая красота. Вот ради такой красоты я люблю выбираться. Вообще, люблю рядом с водой находиться. Вот видите, вода какая. Быстрое течение, поэтому не замерзла. Так, и вот видите, мы еще в каком лесу. Еще нам идти мы посмотрели час почти. 50 минут, час в общем. 44 километра еще нам. Вот там впереди мостик. Да, супер. Вот, так что очень сейчас классно, тепло, тихо. Вот просто, ну, суперски. Суперски морозный такой воздух чуть-чуть. Морозный совсем пахнет снегом, водичкой. Очень классно. Так, и вот по такому мостику, да, и по такому мостику мы сейчас пойдем. Вот река оттуда у нас берет начало. Так, и вот сюда идет. Вот туда вот такой изгиб. Очень сильное течение. Смотри, вот тут, это жесть. Да. Вкусты такие рыженькие, нравятся мне. Месяц вышел. Вот он. Причем я его увидела в реке. На небе, не знаю, видно будет. Где? Вот в реке он вот здесь вот. Вот он. Ну, мне не возьмут. У меня тоже сам месяц не взяли. Такие камушки тут, бревна, свечения. Так, ну, спроси, вот мы и подошли к мосту. Там дорога, но впереди еще лес. Какой-то человек на велосипеде с лампочкой. Одной бы, конечно, мне тут было как-то не очень. Мне было бы, наверное, не очень одной тут комфортно. Вот. Потому что вокруг просто без. Никого, вот один велосипедист. Я уже темно. Я просто до темноты, наверное, так бы не... Вот такая дорога ЗСД называлась. Вот она. Так, мы вот в таком уже темном лесу. Но немножко светлее, чем на видео. И идем. Все еще идем по дороге. Оказалось, вообще тут такой лес. Настоящий такой серьезный лес. Кстати, ребята, мы сегодня прошли уже сейчас 20,5 километров. Но мы еще когда костер жгли и вокруг него ходили, я была без смартфона. Ну, то есть почти 21 километр, плюс мне еще 2 километра. То есть 23 километра у меня получится. Вот 4 часа. Почти 4,5 часа. Так, и вот... Вот такой подарок нам. И еще мне сказали, что я вообще первое место. Сейчас отчет. Так, вот достижения сейчас смотрим. Вот видите, он мне пишет. Я вышла на 9 уровень. 9 уровень это уже исследователь. Вот. Видите? Исследователь. В электричку соли довольны и придовольны, уставшие и приуставшие. Еще выпили чая. Чтоб нам легче. Мы представьте, протаскали чай наш в этих термосах. А до самой электрички нам не хотелось почему-то чаю. Мы перли и перли. Мы не слись и не слись. Что-то мы все думали, что мы сейчас пикничок-пикничок. А там все заповедник-заповедник, но все никак было нельзя. Вот, в результате, мы прошли вот столько километров. Оля, кстати, тоже, она едет до метро и тоже 2 километра приблизительно. Еще долго, да. И еще плюс, да. То есть мы одинаковое количество. И еще и массаж делать. Вот такая у нас спортивная хмена. Так что спасибо, ребята, вам за то, что вы с нами, с нас умру. Какой ненадежный. Господи, о чем ты говоришь? Ты что? Это за шутки такие. Это за мрачный юмор такой. Черный. Черный юмор, конечно. Так что делай как мы, делай лучше нас. И всего вам доброго.